Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы тоже. Здравствуйте! Поговорим сегодня о Самвеле Адамяне и, конечно же, маме. Татьяна Васильевна эту неделю поражала своей бестактностью, невоспитанностью, жадностью и алчностью. Но пройдемся по всему и поподробнее. Первая мама вычитывала Самвела, сколько денег ты в сраку спустил. Как мама волнуется и переживает, что все идет мимо ее кассы, что нет контроля и Самвел направо и налево их раздает. А также мама очень волнуется, что Эдику ничего не перепадает, то есть чужим дает, а Эдику ничего не перепадает. Точно так же мама не может успокоиться, что Самвел постоянно кусает Эдика. И при возможности мама в отместку за своего любимчика начинает кусать Самвела. Все это прекрасно видели с аквариумом. Эдик у нее всегда молодец, умничка, все знает, все умеет и ручки у него прям золотые. А точно так же, какой Эдик трудяшка. Как мама любит превозносить своего ребенка и не видит реальных его достоинств и недостатков. Опять-таки, так умеет только она. При этом засрать всех остальных и выделить Эдика. Следующий момент от мамы. Ты не знаешь, что будет дальше и как. Ты будешь жить на 10 тысяч и я на прицепе у тебя. Возникает у меня маленький вопрос. Почему мама, ну понятно, волнуется. Можно предположить, что волнуется за сына. Как он будет там жить на 10 тысяч, если не станет YouTube на зарплату и бла-бла-бла. Но почему-то мама конкретно себя вешает полностью на обеспечение СМВЭЛа. Такое ощущение, что в этот момент она забывает, что у нее есть еще двое детей. Ира и Эдик. Вы знаете, вообще очень интересный момент, да? Когда ты рассказываешь одному из детей постоянно, что тебе надо, что тебе хочется и что тебе должны купить. И при этом на других детей ты не вешаешь эту головную боль. И даже здесь мама конкретно подчеркнула, что она на прицепе именно у СМВЭЛа. Мама, как же любимый Эдик. Почему бы наконец этот прицеп не переложить на любимого сына? Ведь он теперь будет жить не так далеко от вас. И можно на какое-то время уехать к нему, слезть с шеи одного из сыновей на другую шею и дать этому сыну выдохнуть. Но нет. Следующий момент от мамы. Чужим даешь, а своим нет. Мама, вы еще и сытников не забудьте. СМВЭЛ там тоже дает. И руководствуясь логикой мамы, СМВЭЛ должен за каждую копейку давать ей отчет. А точно так же, конечно же, взять на обеспечение и Эдика, чтобы маме не было обидно. И вот такой интересный момент, да? Как маме такое ощущение, вернее, что Ютуб нужен для того, чтобы контролировать расходы и доходы СМВЭЛа. И видеть, куда же уходят эти деньги. И понимать, какой глупый у нее сын. Следующий момент. Мама почему-то волнуется, да? Именно за СМВЭЛа и его кошелек. Вот такие волнения постоянно. Прямо у нее эмоции вверх берут. Почему же эти же самые эмоции у нее не вызывает Эдик? Согласитесь, странно. Что бы ни делал Эдик, это все норм. Это все хорошо. И он все правильно делает. Очень умный. Но при этом засрать СМВЭЛа, это святое. Потому что, да, если так разобраться, до Эдика кошелька, она не доберется. А до СМВЭЛа, ой, добирается и переживает. Следующий момент. Мама кричит, не давай никому ничего. Ведь и тебе никто ничего не дает. И бла-бла-бла, все в таком русле. Но хочется сказать, мама, вы, наверное, забываете, сколько вам присылали посылок. И сколько вам присылали донатов. Поэтому, действительно, оно как-то некрасиво получается, когда вы людей упрекаете, что СМВЭЛу никто ничего не давал. И точно так же он лежал в больнице, и ему никто ничего не давал. Возникает вопрос, а что должны были? В таком случае, да, у СМВЭЛа есть брат, повторюсь. Есть Ира и есть ваш долларовый загашник. Могли бы и вы любимому сыну подсобить. А то как-то людям вы предъявляете, а сами остались безучастны. Ну, как-то некрасиво, мама, некрасиво. В следующий момент СМВЭЛ маме четко сказал, что он золотая рыбка, а мама старуха. По факту согласны, ребята. Мама не знает уже, как изощриться, как вывернуться перед ним, что придумать, лишь бы он не тратил деньги. И все деньги оставались в кубышке. Следующий момент от мамы, да, когда зашел разговор за памятники, Татьяна Васильевна отметила, Ира с Башкой дружит, и деньги нам памятники дала. Мама, а как же Эдик? Получается, он с Башкой, ну, вообще не дружит, потому что Эдик умыл руки и ни копейки на памятники не дал. Мама, наверное, просто об этом забыла. Точно так же, как тот момент, что это тоже Эдика, дедушка с бабушкой, прадедушка с прабабушкой, но он почему-то остался безучастный. И вообще у него идеальная позиция, да, моя хата с краю, я живу далеко, но можно всегда сделать денежный перевод. Но у Эдика, видимо, не доходят руки до этого. Следующий момент, да, когда Самуэл ей предъявил, что почему же ты ничего не дала на памятники. И мама лихо съехала, рассказала о том, что, ну, что она может дать. Она пенсионерка и всю свою пенсию тратит. Но мама забывает, сколько долларов и евро ей присылали люди. Загашник у мамы есть, поэтому достаточно. Плюс, сколько опять-таки Самуэл дает, а он дает очень много маме на одного человека. И поэтому, если маму потрусить, загашник там нормальный. Но просто мама не посчитала нужным вкладывать свои в памятник. Зачем? Есть Эдик, что-то Ира добавит, и нормально. Ой, Эдик, Самуэл. А Эдик опять-таки остался безучастным. И почему-то здесь мама всем мозги промыла за эти памятники. И возникает вопрос, почему же Эдику она их не промывала так регулярно, как она это делала с Самуэлом. Это опять-таки, да, подчеркиваю отношение мамы к двум сыновьям. То есть, Эдик у нее вот молодец-молодец. И его вообще ничем не обременяют и не озадачивают. Но все летит полностью на Самуэла. Следующий момент, ребята, меня точно так же поражает. Как мама все время, да, какие-то ставит вот такие прогнозы. Для меня непонятные. То есть, обычно ни одна здравомыслящая нормальная мать такого не сделает. Самуэла мать постоянно прогнозирует ему, да, какие-то больницы. Завтра ты заболеешь, сляжешь, попадешь в больницу. Типа, и у тебя не окажется денег. Вот эти прогнозы мамы для меня звучат просто ужасно. То есть, она не прогнозирует в будущем, да, что сын там, я не знаю, как-то состоится. Что все у него будет хорошо. Что он наконец-то женится. У нее будут внуки. Нет, маме это не надо. Мама переживает за то, что можно остаться без денег. И, кстати, очень эгоистично. Мерзко это все слышится и видится. И следующее, что мне хочется вообще сказать, что Самуэлу пора сделать завещание. Ну вот, по факту, ребята, без Стёба. И показать его маме, что конкретно Эдику ничего там не перепадает. Вот вообще ничего, да, чтобы она убедилась. Тогда, возможно, она не так будет волноваться за деньги. Тогда она будет понимать и осознавать, что он тратит свои. И ее держат на обеспечение. А так она переживает, что, походу, он Эдика тратит. Поэтому, да, она его постоянно и, скажем так, давит на него, что купи квартиры, сдавай эти квартиры в аренду, обеспечь себе жизнь и бла-бла-бла. А почему? Потому что, скорее всего, очень рассчитывает на то, что эти квартиры перепадут Эдику. А так, если бы он конкретно показал, что Эдику ни шиша не светит, она перепсиховала и успокоилась. И, наконец-то, осознала, что по факту он тратит свои. Ни ее, ни Эдика. И, согласитесь, ребят, ну, как-то глупо звучит взрослый мужик, зарабатывающий сам деньги, тянущий маму на своем содержании, еще должен отчитываться перед мамой, куда потратил. И, опять-таки, в моем понимании мама вообще должна сидеть и сопеть в две дырочки, потому что такую жизнь, которую он ей создал, явно бы не создала ей ни Ира, ни Эдик. Да, по возможностям у Иры есть эти возможности, но Ира очень жадный человек, да, такой прижимистый, экономный, поэтому мама бы там не загуляла в плане денег. А у Эдика бы их просто не хватило. Следующий момент, который мне реально понравился, да, со стороны Самвела, когда он маме сказал, что мне на мою жизнь не хватит, а вы зарабатываете сами. Вот это был нокдаун по маме и по Эдику. Это вот реально он их уложил просто на лопатки. Это было здорово, потому что, может быть, мама поймет, в конце концов, что это действительно его деньги, но никак не Эдика и не мамы. Опять-таки, вы знаете, следующий момент, который меня улыбает, это то, как Ирина раздает Самвелу советы. Вот очень меня он улыбает, как она рассказывает, за воспитание мамы, за питание мамы и бла-бла-бла, она дает ему ценные указания. У меня возникает вопрос, а почему Ира не возьмет к себе маму? Ведь Запорожье не так далеко от Днепра. То есть, согласитесь, очень удобная позиция давать откуда-то, да, вот эти рекомендации и советы. И при этом оставаться в стороне от собственной мамы, от всех ее приколов, причуд. А по факту терпит это только Самвел. То есть, всем плевать, все ее послушали по телефону по 20 минут и порядочек, как весь головняк сидит на Самвеле, лежит. Понятно, что мама – это часть контента. Но, ребята, очень как-то действительно для меня странно, когда дочь вообще остается безучастная. То есть, она связывается с Самвелом и рассказывает, правильно он сделал или нет. Есть вариант Ира – продать квартиру мамы, перевезти ее в Запорожье поближе к себе, и вот там бы ты занималась воспитанием и питанием собственной мамы. Но, согласитесь, ребята, очень странно. Трое детей, а вошкается только Самвел. Понятно, что он на ней зарабатывает. Но другие дети ведут себя, мягко говоря, как-то странно. Все просто в сторонке помалкивают. Ну, вот это то, что я сегодня хотела рассказать. Буду прощаться со всеми пока.